Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарба. С начала года в Минске зарегистрировано уже почти 2200 пожаров и загораний, на которых погибли 24 человека. Минск чрезвычайный. В минувшую пятницу пожар произошел в квартире на улице Данилы Сердича. Из-за неправильной эксплуатации загорелись пластиковые элементы чайника на газовой плите. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара в квартире на улице Убаревича в понедельник стало короткое замыкание электропроводки холодильника «Атлан». Пожар был оперативно потушен, однако теперь хозяевам предстоит серьезный ремонт и приобретение новой техники. Помните, что у любого электроприбора заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Пользование техникой после указанного производителем срока небезопасно. Даже если прибор еще в рабочем состоянии, в любой момент может произойти сбой, который и приведет к пожару. Во вторник из здания Института истории Академии наук Беларуси по улице Академической эвакуировали 50 человек. На номер 101 поступило сообщение о дыме из подвала. Причиной ЧП стало оплавление изоляции лампы дневного освещения. В результате цидента никто не пострадал. Вероятнее всего из-за поджога неустановленным лицом во вторник рано утром загорелось имущество в подвале жилого дома на улице Олешевского. Стоит отметить, что доступ туда был неограничен. Не секрет, что с приходом осени и наступлением холодов люди без определенного места жительства устраивают себе ночлежки в подвалах, теплотрассах или на чердаках жилых домов. Обосновавшись там, они не слишком заботятся о собственной безопасности, а уж тем более о безопасности окружающих. В результате такого соседства подъезды, чердаки, подвалы становятся потенциальной угрозой для горожан. Едкий дым не знает преград и заберется в любую квартиру. А ведь взрослому человеку только для потери сознания достаточно несколько глубоких вдохов. Нередко в огне и дыму гибнуты сами виновники, нелегальные субквартиранты. Будьте внимательнее в обращении с огнем и слушайте нас в следующий 4. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.